Здравствуйте! Меня зовут Марина Белова. Я исполнительница на старинных щипковых инструментах лютни, теорби и гитаре, а также преподаватель Академического музыкального училища Примосковской консерватории и преподаватель Академии имени Маймонита в Москве. Сооснователь и преподаватель первой лютневой школы. Мы находимся в Шереметьевском дворце Музея музыки на экспозиции музыкальные инструменты эпохи барокко. Значительную часть экспозиции составляют щипковые инструменты, разнообразные лютни, гитары, мандолины, теорбы, цитерны и другие интересные инструменты. Лютня как инструмент была широко распространена по всей Европе с 16 по 18 века включительно. И за время, конечно, она претерпела довольно большие изменения. Первые лютни, начало 16 века, имели шесть пар струн. Такие инструменты мы видим в большом количестве на изображениях. Одним из наиболее интересных для нас сейчас в Петербурге является картина Караваджо «Летнист» из Эрмитажа. Постепенно, в течение 16 века к такому шестихорному инструменту прибавлялись басовые струны. Лютня становилась 7-8 хорной, 10 хорной к началу 17 века. Например, в Италии в конце 16 века и начале 17 появляются лютни с удлиненными грифами и басовыми дополнительными струнами архилютни и теорбы. Эти инструменты во многом связаны с рождением оперы. Во Франции же в первой половине 17 века у лютни меняется настройка. И такой тип инструмента, французскую оборочную лютню, перенимают впоследствии в Германии. Другим важным щепковым инструментом является гитара, которая на протяжении 17 века все больше входила в моду и обиход. Конечно, гитары 17 века несколько отличаются от современных, хотя и являются прямыми предшественницами. И кроме более узкого и вытянутого корпуса, на них 5 хоров или парных струн. Щепковые инструменты могли изготовляться из разнообразных материалов, начиная с традиционной древесины и заканчивая слоновой костью или даже панцирем черепахи. Также они могли довольно богато украшаться инкрустацией из перламутра. Музыка для старинных щепковых инструментов записывалась в табулатуре. Это специфический вид записи, который фиксирует не ноты, не абсолютную высоту звука, а положение пальцев на грифе. Табулатура дает возможность абсолютно точно сказать, для какого типа инструмента, в какой настройке записана та или иная музыка. Репертуар для лютин или для гитар действительно велик, как сольный, так и ансамблевый. В России хранятся два лютневых манускрипта. Один в Санкт-Петербурге, в библиотеке Академии наук, так называемый «лебединый манускрипт». Второй находится в Москве, в музее имени Глинки. Он называется московским манускриптом Вайса и связан с именем лютниста Тимофея Белоградского, придворного лютниста Анны Иоанновны. Сейчас в России есть несколько профессиональных исполнителей на старинных щипковых инструментах, а также мастеров их изготавляющих. Сейчас прозвучит лютня Вадима Гиньковского. Этот тип инструмента называется «Люто Атиорбатто» — инструмент, появившийся в начале 17 века в Италии с 14 парными струнами и удлиненными басами. «Люто Атиорбатто» Спасибо за внимание! Ждем вас в Шереметьевском дворце Музея музыки на экспозиции музыкальные инструменты эпохи барокко.